Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Логопеда-дефектолога в моем кабинете, где я провожу занятия и провожу съемку видео. Сегодня у нас будет обучающий формат видео, вернее, серия из обучающих форматов для родителей, воспитателей и всех тех, кто хочет выполнять артикуляционную гимнастику сам или со своим ребенком, клиентом, но не понимает, как делать правильно по текстовому описанию, которое есть в книгах. Сегодня мы начнем с вами со свистящей группы звуков. В эту группу входит 5 звуков. Это звуки С, С, З, З и звук С. Почему же я решила разделить видео по группам? Для вашего удобства, дорогие мои, потому что кто-то нуждается в постановке свистящих звуков, нашли одно видео, посмотрели внимательно, выполняют. Если с этим звуком у вас все в порядке, то тогда переключайте в плейлист и смотрите необходимое видео. Ну а мы, пожалуй, начнем. Немного основной информации, которую необходимо знать каждому. В артикуляционной гимнастике есть основные упражнения, которые проводятся практически с каждым ребенком, а есть специфические, так называемые специальные упражнения артикуляционной гимнастики, которые предназначены именно для определенного звука, то есть именно для свистящих, именно для шипящих, для соноров и даже для звука. У звука Л есть свои упражнения, и у звука Р есть свои упражнения. Добавлю не менее важный момент. В большинстве случаев для того, чтобы у ребенка вызвать и поставить ему свистящий звук, необходима не только артикуляционная гимнастика, но и дыхательная гимнастика. То есть сам процесс произнесения звука С состоит из выдыхания воздуха сквозь щель, которая образуется на языке, то есть на желобке языка С. Со звуком З то же самое, только мы просто активируем голосовые складки. Поэтому без дыхательной гимнастики никуда. Специально для вас у меня уже готово видео с самыми простыми элементами дыхательной гимнастики. Ссылочка будет в описании под видео, и также вы можете здесь посмотреть и попробовать все это со своим ребенком. Наконец-то можем приступать. Я буду показывать упражнения, а за кадром голосом буду объяснять важные моменты, которые необходимо учесть при выполнении каждого из упражнений. Поехали! Спина у ребенка прямая. Растягиваем губы в улыбку и удерживаем их в таком положении, но обращаем внимание, чтобы не было видно зубов. Начинайте с малого. На начальных этапах проведения артикуляционной гимнастики достаточно 3-5 секунд, но правильного упражнения. Как только ребенку станет легче, увеличивайте количество секунд в удержании данного положения. Это было упражнение «Улыбка». Часто на картинках оно в виде изображения улыбки, либо в виде лягушки, которая улыбается. Это уже такая традиция у логопедов. Следующее упражнение «Забор». Очень похожее, но здесь важны следующие нюансы. Растягиваем губы, но так, чтобы обнажить свои зубы. И удерживаем в таком положении. Это упражнение дается обычно тяжелее. Обратите внимание на положение зубов. Верхние зубы должны быть впереди, нижние зубы позади, то есть как в анатомическом положении наших челюстей. Не нужно ставить их друг на друга. Следующее упражнение «Бегемот» или «Окошко». Называется оно по-разному в разных источниках. Выполняется одинаково. Улыбаемся и открываем рот таким образом, чтобы между зубами помещалось два взрослых пальца, либо три детских пальца. И удерживаем в таком положении. Шире не нужно. Главное делать это на улыбке. Усложнять это упражнение мы можем следующим образом. Также остаются губы в улыбке растянуты, и мы открываем и закрываем рот. То есть окошко у нас открывается и закрывается, как на видео. Это все еще упражнение для губ. Следующее упражнение «Трубочка», «Дудочка» или «Хоботок». Везде изображается по-разному. Выполняем. Вытягиваем губы вперед трубочкой и удерживаем их в таком положении. Обратите внимание, чтобы не выдвигалась вперед нижняя челюсть. Движение создается только благодаря губам. Обычно следующим упражнением ставят сочетание двух упражнений. Улыбка, трубочка или дудочка, или забор, дудочка. Выполняется вот так. При попеременном выполнении упражнения «Улыбка, трубочка» или «Заборчик, трубочка» важно выполнить упражнение полностью и затем только переключиться на другое. Не торопитесь. Если ребенок начинает торопиться, нужно его остановить и показать правильность выполнения. Приступаем к артикуляционным упражнениям для языка. Первое упражнение называется «Лопатка». Расслабление языка тоже порой дается нелегко. Улыбаемся и кладем широкий расслабленный язык на нижнюю губу. Для того, чтобы помочь ребенку расслабиться, можно попросить его закрыть глаза и успокоиться. Обращаем внимание на язык. Если он начинает подниматься или двигаться из стороны в сторону, то заканчиваем упражнение и пробуем заново. Следующее упражнение тоже для языка противоположное. Первому называется «Иголочка» или «Жало». Противоположное предыдущему упражнение «Иголочка». Здесь, наоборот, ребенок должен напрячь язык и приподнять его, чтобы он стал узким, то есть мышцы языка напряглись, и постараться удержать язык в таком положении. И также можно провести упражнение на переключение расслабленного языка и напряженного языка, то есть упражнение «Лопатка», «Иголочка», «Лопатка», «Иголочка». Сейчас покажу специфическое упражнение, которое направлено для постановки свистящих звуков. Это упражнение «Горка» или «Киска сердится, выгибает спинку». «Ур» по-разному в разных источниках называется. Самое главное – усвоить азы. Очень важное упражнение, обратите внимание на его правильность. Губы обязательно растянуты в улыбке и удерживаются в таком положении на протяжении всего упражнения. Язык упирается за нижние зубы и выгибается, то есть средняя часть языка выгибается и принимает положение «Горки». Удерживаем язык в таком положении. Губы, напомню, остаются в улыбке. Усложненный вариант этого упражнения, когда горки недостаточно или ребенок прекрасно держит горку, а со звуком дела не продвигаются – это упражнение «Катушка». Смотрим. Усложненный вариант предыдущего упражнения выполняется только после того, как ребенок хорошо умеет держать горочку. Держим горочку, а потом просим ребенка укатить язык назад, прикатить вперед, укатить назад, прикатить вперед. Затем можно соединить эти два упражнения, то есть язык сначала находится в статике упражнения «Горка», затем подключаем кинетику и меняем положение языка. Кстати, руки отлично помогают ребенку дополнить ощущения от органов артикуляции. В каком положении рука, в таком же положении и язык. Следующие два упражнения необходимы для того, чтобы у ребенка сформировать умение переключения языка с одной позы на другую, с одного движения на другое. Первое упражнение – часики. Губы растянуты в улыбке, как и в большинстве упражнений. Губы совершают движения вправо и влево, не касаясь при этом губ, то есть рот остается приоткрыт. Это очень важно при выполнении, а также обращайте внимание, чтобы не двигалась нижняя челюсть. Если ребенок совершает движение, то нужно фиксировать ее, то есть челюсть, руками. Второе упражнение – качели. Губы растянуты в улыбке, рот приоткрыт, язык широкий, совершает движение и упирается за верхние зубы, а затем опускается за нижние зубы. И так совершает движение вверх-вниз. Язык максимально широкий. Следующее упражнение, которое мы проводим для постановки групп свистящих звуков – это упражнение «Почистим зубы». Здесь будем чистить только нижние зубы, потому что при произношении свистящих звуков язык находится за нижними зубами. Поэтому и чистим нижние зубы. Улыбнулись. Губы растянуты в улыбке, рот приоткрыт, язык совершает движение по зубам с изнаночной стороны зубов, либо с внешней стороны зубов. И таким образом проводим упражнение для того, чтобы фиксировать язык в нижнем положении. Отлично. Следующий вариант, похожий на предыдущее упражнение, называется «Метелочка». Будем выгонять всю грязь изо рта. Вот так. Губы в улыбке, растянутый рот приоткрыт, язык совершает выметывающие движения с нижних зубов. Упражнение для укрепления языка называется «Орешки» или «Конфетка», «Леденец» выполняется вот так. Рот у нас закрыт, язык совершает толкательные упирающие движения в внутреннюю сторону щеки. Сначала в одну сторону, потом в другую. При повышенном или высоком тонусе языка выполняется следующее упражнение. Это блинчики. Язык находится между губ, зубами его не держим. И шлепаем губами по языку. Месим тесто. Губы находятся в улыбке, язык держим зубами. И начинаем покусывать его аккуратно для того, чтобы не повредить сам язык. Расчешем язычок. Или расческа. Губы в улыбке, язык зажат зубами, а затем вытаскиваем язык сквозь зубы и засовываем обратно, совершая массажные движения. Артикуляционная гимнастика с вспомогательными упражнениями. Используется для утяжеления артикуляционного упражнения, когда ребенок выполняет уже легко упражнения, но недостаточно для того, чтобы приступить к постановке звука. Наша любимая ватная палочка. Наша любимая ватная палочка. Ниточка с узелком на конце. Мы продеваем ее между нижними зубами центральными. Ну и следующее упражнение, для которого нужна салфетка или любой другой легкий материал, будь то перо, например, называется оно фокус или футбол. Необходимо для формирования того самого желобка по середине языка, через который проходит воздух, тем самым образуя наш свистящий звук. Это был весь перечень артикуляционной гимнастики, который я выполняю на занятиях. Если вы знаете какие-то еще упражнения, то пишите в комментариях, я могу снять на них отдельный рилз и показать, как их выполнять. Но повторюсь, одно и то же упражнение может называться по-разному, и это не значит, что его нужно выполнять другим способом. Просто у авторов было другое название, свое видение, так сказать. Если вас интересуют звуки, конечно, подписывайтесь на канал, ведь во второй части этой рубрики мы поговорим о постановке шипящих звуков. Вернее, о партикуляционной гимнастике, которая применяется для постановки данной группы звуков. Всем до новых встреч, пока!